Работа службы занятости населения должна быть ориентирована на потребности регионального рынка труда. Об этом заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя в ходе посещения Тверского центра занятости населения. В этом году государственной структуре исполняется 30 лет. Глава региона поздравил специалистов Верхней Волжья с профессиональным праздником. 30 лет назад, 19 апреля 1991 года, в России был принят закон о занятости населения в Российской Федерации. Именно с этой даты берет свое начало история государственной службы занятости. С праздником специалистов Верхней Волжья поздравил губернатор Игорь Руденя. Глава региона напомнил, президент Владимир Путин на совместном заседании Президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив 15 апреля поставил задачу улучшить работу социальной сферы, включая службу занятости, выстроить все процессы, исходя из запросов и потребностей граждан. Люди — это самый главный ресурс, это самое главное богатство любой страны, любого региона. Если человек имеет работу, если он имеет образование, он имеет специальность, а при необходимости, исходя из того, что жизнь меняется, нам порой нужно переучиваться, повышать квалификацию, получать дополнительную специальность, то эту работу сегодня на нашей территории прекрасно делает наша служба занятости. Примечательно, что с начала этого года численность безработных граждан в Тверской области сократилась более чем в 2,5 раза, до 7,8 тысячи человек. Уровень регистрируемой безработицы снизился почти на 2%. За первые три месяца 2021 на 20% увеличилась потребность предприятия и организации регионов рабочей силы. Всего за первый квартал было заявлено 32,3 тысячи единиц. Сейчас же на предприятия Тверской области требуется более 15 тысяч специалистов разных направлений. Еще одной точкой рабочей поездки Игоря Рудени по Твери стала площадка строящегося детского сада на улице Склесково. Учреждение возводится по национальному проекту «Демография». Новый детский сад рассчитан на 190 мест. Здесь откроют 8 групп, в том числе 2 ясельные. Вот учреждение позволит повысить доступность дошкольного образования в областном центре. Темп работы хороший, достаточно динамичный. У нас по текущему году порядка 6 детских садов планируется к сдаче. Кроме того, у нас еще 2 школы большие, более чем на 1000 человек, по 1200 человек каждая. И строительство объектов в городе Твери для нас является особым проектом, потому что город Твери это у нас единственный муниципалитет, где есть высокая потребность в местах по дошкольному образованию, по школьному образованию. Поэтому надеемся, что в течение текущего года полностью выполним поручение президента Российской Федерации о доступности мест по школьному и дошкольному образованию в рамках города Твери. На данный момент на площадке произведена заливка плиты перекрытия первого этажа. Ведутся работы по армированию монолитного лотка теплотрассы, устройству пристенного дренажа, гидроизоляции цоколя, бетонной подготовки теплотрассы. Возводятся стены, перегородки и колонны подвала. Как подчеркнул глава региона, важно, чтобы к началу учебного года дети смогли пойти в новый детский сад. Сейчас строительство ведется в две смены. На объекте задействовано от 50 до 75 человек в зависимости от этапа работ. Привлечено 11 единиц техники. Общий объем финансирования строительства детского сада порядка 218 миллионов рублей. За основу взят типовой проект, разработанный в 2018 году. Здание будет соответствовать всем современным требованиям и отвечать нормам безопасности.